Драгоценное, приветствую вас! Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. Старайтесь делать более и более твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Драгоценное, мы можем, знаете, перевести свой взгляд маленько на другие вещи, когда в этих вещах мы начинаем видеть, кто я по жизни. Там апостол, пророк, учитель, евангелист, пастор или, может быть, художник, врач или какая-то другая, допустим, профессия. Но дело в том, что апостол Петр, как и апостол Павел, они направляют наш взгляд намного глубже, потому что я видел много служителей или способных людей, как, собственно, и вы это видели. Но почему-то они теряли свое призвание, теряли именно то, чем начинали заниматься и притыкались или вообще уходили со сцены жизни. И вот Римлянам, 8 глава, 29-30 стих, апостол Павел, он нам открывает один очень важный секрет о том, что мы были предузнаны Богом еще до того, как была сотворена земля, как было сотворено небо. И там написано, кого он предузнал, того и предопределил. Понимаете, драгоценные, мы предопределены Богом аллилуйя, мы избраны Господа аллилуйя еще до того, как было сотворено вот именно все творение. И тот, кто был предопределен, того Господь призвал, его драгоценные. Вот здесь очень важное слово призвание аллилуйя, потому что оно, в отличие от предопределения, дает нам право выбора. Это точно так же то право выбора, которое было у Адама и у Евы. И вот понимаете, мы ответили, слава Господу Богу, на это призвание и были спасены. И благодаря этому мы были рождены свыше. И далее там продолжается о том, кого Господь призвал, того Он и оправдал. Это тех, которые ответили на Его призыв аллилуйя. И вы понимаете, оправдание это больше, чем искупление, потому что искупление это искупить раба и отпустить его на свободу. А оправдание это так, как будто мы никогда не грешили, потому что с нами что-то произошло. Мы поняли, что мы совсем другие люди. Мы совершенно новое творение, аллилуйя, Господь стер нам эту память. Господь стер в нас это прошлое. И кого Он предопределил, того и прославил. И так же это прославление, как силы воскресения, которые действуют уже в нас могущественным образом. Она посадила Иисуса Христа на небесах. Ефесянам 2 глава говорит, что и мы посажены на небесах во Христе Иисусе превыше всякого начальства власти и силы и всякого господства. Драгоценное. Вот именно вот эти вещи мы должны более и более стараться делать так, чтобы укрепляться в них. Отождествляться, что мы предузданы, что мы предопределены, что мы ответили на призыв Божий. Что оправданы, аллилуйя, и мы прославлены. И потом апостол Павел, он пишет о том, что что же сказать на это. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Кто может осуждать нас, когда Иисус Христос, Он умер за нас? И села деснуя Отца для того, чтобы ходатайствовать за нас. Кто может обвинять нас, потому что сам Бог оправдывает нас? И потом там идет длинный список того, что ни власти, ни начальства, никакие злые силы, там тьма и гонения, и смерть, и жизнь, и все, что происходит в жизни, никто и ничто не может отлучить нас от любви Христовой. В этом отождествление того, что мы избранники Господня, аллило, что мы посажены вместе с Иисусом Христом на небесах, что мы во Христе, слава Господу Богу. Поэтому это самое главное, это именно та базовая вещь, то основание, о котором как апостол Павел, так и апостол Петр говорит, более и более старайтесь делать, отождествляться, вот с этим званием и избранием мы избранники Божьи. Будьте благословены, драгоценны, с Богом.